Друзья, бал сатанистов. В Кремле официально пятый раз прошла инаугурация президента Путина. Патриарх Кирилл пожелал Путину оставаться во власти до конца века. Правительство России ушло в отставку, теперь уже официально. Путин накануне встречался с Дюминым, бывшим руководителем его охраны. Возможно, Дюмин станет преемником Шойгу. Путин возглавит Россию до 30-го года и по длительности он проиграет только Ивану Грозному и Екатерине Великой. По длительности правления. Представители шести европейских стран приняли участие в инаугурации Путина. Франция, Венгрия, Словакия, Греция, Мальта и Кипр. А США признают Путина президентом России официальным представителем госдепартамента Мэтью Миллер. Сделал такое заявление. Но шокировала не инаугурация Путина, которая прошла сегодня в пятый раз, а новое видео дворца Путина под Гелиджиком. Оно шокировало безумный дворец за 100 миллиардов рублей и коностас. Уже без клубной зоны для стриптиза, без шестов, но с собственным театром, с собственным хоккейным клубом, с собственным тиром и герпетологом, специалистом по рептилиям, собственной церковью. Там есть иконостас, где князь Владимир, он как икона. Вы увидите спальню Алины Кабаевой, спальню российского диктатора Путина, на царскую опочивальню и трон для царя. Все это мы обсудим с Сергеем Жирновым, бывшим сотрудником КГБ внешней разведки. Сергей, приветствую вас. Привет, Даша, и привет всем нашим зрителям. Уважаю, а моя аудитория, просим вас традиционно, пожалуйста, поставить лайк к этому видео, будьте с нами. Ну и, конечно же, начинаем с инаугурации Путина. Давайте посмотрим кадр просто сейчас. Дамы и господа, начинается торжественная церемония вступления Владимира Владимировича Путина в должность президента Российской Федерации. Вносятся государственный флаг Российской Федерации и штандарт президента Российской Федерации. Сергей, ну, в пятый раз уже это происходит. Как вообще вы оцениваете инаугурацию, заявление, отставку правительства вам слово? Ну, инаугурация, я рассматриваю ее как весьма скромную по сравнению с, было до этого. В этом смысле я угадал, я давал вам и другим моим партнерам мое ощущение, что у Путина не будет проезда по пусской Москве, потому что Путин реально боялся, что в его коттедж, если он будет ехать так, как он ездил раньше, через всю Москву, там полчаса, то кто-нибудь там, дживелин где-нибудь ему выстрелит, или стингер ему выстрелит, или дрон в него влетит, или еще что-нибудь. Вот я вам говорил, что он сразу будет находиться в Кремле, вот, но он сделал небольшой проезд, то есть, в принципе, вот это вот время, которое Путину нужно было, ведь для него самое главное, почему устраивали этот проезд, две с половиной тысячи человек, которые находятся, которые являются якобы там всякими там руководителями, они собрались уже и ждут его приезда. То есть, вот это для него самое главное, чтобы они полчаса ждали, стояли, то есть, на самом деле, они стояли там гораздо больше, потому что пока там запустили, пока всех обыскали, пока всех раздели, вот, в Москве плохая погода, холодно, мокро, вот, все это дело там, они начиналось это в 12 по Москве официально, да, ну, а они там собирались там к 9, да, то есть, они уже там 3 часа толпились в этом зале, в этом зале, всех надо было раздеть, поставить, расставить там и так далее. Вот, сама церемония началась где-то там за 15 минут до 12, потому что сначала долго вносили в знамена, потом долго вносили в Конституцию и цепь Андреевской, ордена Андрея Первозванного, который является, в принципе, как бы символом государственной власти в Российской Федерации теперь, вот, потом, значит, Путина показывали, потом пришли, значит, Матвиенко и этот самый Володин и председатель Конституционного суда, и тогда они стали ждать, значит, ждали стать Путина. А Путин еще сидит в своем рабочем кабинете в, значит, первом корпусе Кремля. Вот, читает бумажки какие-то там, последний раз что-то так смотрит, в общем, это театральная штука, и дальше он, значит, 10 минут туда ехал. Значит, сначала очень долго-долго шел по кремлевскому, по своим кремлевским коридорам, то есть там, куда вот не могли попасть ни дроны, ни джавелины, ничего, да, то есть он выбрал проход, чтобы потянуть время, заставить всю эту публику там его ждать, но, тем не менее, не подвергать себя опасности. Вот, и в этом смысле я оказался прав, потому что, в общем, церемонию изменили в этом смысле, чтобы Путину никакие украинские дроны не прилетели на голову. Затем он сел на машину, и, грубо говоря, от этого первого корпуса проехал там, буквально ехать там 600 метров, вот мог пешком пройти вообще, там быстрее пешком было пройти, но он решил, значит, на машине обязательно подъехать туда, к этому большому кремлевскому дворцу. Ладно, бог с ним. Вот, и дальше все состоялось очень быстро, сама присяга длилась там 30 секунд, минута максимум. Вот, потом Путин произнес небольшую очередь, 10 минут. Вот, потом 10 минут или 15 минут смотрел там на проход почетного караула кремлевского полка, и потом в Благовещенском соборе, значит, патриарх его напутствовал на руководство. Все люди, которые говорили, что Россия принимает нового царя, и что это коронация, они ничего не понимают в коронации, потому что коронации происходили совсем не так. Те, кто короновался, ну, в частности, там, Александр Третий, Николай Второй, там, и так далее, они короновались в Успенском соборе. Успенский собор – это главный собор Кремля. Благовещенский – это маленький соборчик, такой почти домашняя церковь. Вот, он, конечно, старый, он такой, он намоленный, вот, но это совсем не Успенский собор. Успенский собор, и коронация всегда была в Успенском соборе. Она никогда не была в этом даже Андреевском зале. В Андреевском зале просто это был тронный зал, и там обычно просто уже либо принимали после коронации, принимали поздравления, либо там до этого был какой-то прием, плюс трапеза потом была в Грандинской палате и так далее. Но ни в каком Андреевском зале никогда никакой коронации не было. Коронация всегда была религиозная процедура, когда, ну, в то время, когда все это делалось, там, в старые времена это патриархи делали, потом Петр с 18 века отменил патриаршество на 200 лет, вот, ввел Синод, и обычно первостоящий член Священного Синода, ну, вот, в частности, там часто это бывало, значит, поскольку столица-то была в Питере, значит, митрополит Петербургский-Ладожский считался, в общем, предстоятелем как бы Синода, заменял патриарх, и вот он проводил коронацию. Вот, так что здесь никакой коронации не было, и патриарх, в общем, тоже не короновал Путина, а он так его напутствовал, причем откровенно троллил, да, потому что Путин он назвал очень добрым человеком, да, человек, который вообще известен как абсолютно лишенный эмпатии, человек, который начал несколько кровоплодительных войн, и, значит, священник христианский, его называют добрым человеком. Вот, ну, в общем, патриарх не является ни священником, ни христианином, ни даже патриархом, потому что, в общем, понятно, что это просто агентура КГБ, это когда агент КГБ благословляет на отцовствование, на княжине оперработника КГБ. Вот так это выглядело реально. Вот, так что, в общем, коронация прошла. Для Путина это была дежурная процедура, вы сказали, что это была пятая. Да, действительно, он идет, на самом деле, на седьмой срок, потому что я вам напомню, что срок президентский был 4 года, когда Медведев его изменил. Ну, Медведевский срок – это тоже путинский, хотя Путин не был президентом, то есть третий. А дальше Путин сидел еще 2 срока по 6 лет, то есть, значит, 3 срока по 4 года. То есть, на самом деле, он уже отсидел 24 года, то есть 6 сроков. И сейчас у него седьмой начинается с половинкой, потому что 6 лет – это, значит, 7 с половиной сроков по 4 года. Ну и, в общем, все остальное – это просто была дежурная такая штука. Это видно было, что это дежурная, да, потому что он… Кстати, вот очень важную вещь, которую там многие говорят, что вот, там патриарх, там он, значит, там дружба и так далее. Я просто сейчас закончил книжку, вот только буквально сейчас заю ее, и уже сдали издательство. Сейчас она уходит сегодня у меня в печати, выйдет 13 июня во Франции, который называется «Мнимые друзья» про патриарх и про Кирилла. Вот. И я там давно рассказываю, ну, это роман такой, то есть в романтической форме. Я рассказываю, что на самом деле они друг друга ненавидят, они конкуренты. И это было видно, потому что вспомните Ельцина. У Ельцина патриарх стоял на сцене вместе с председателем Верховного Суда и вместе с этим самым председателем Совета Федерации и Государственной Думы. У Путина теперь патриарх стоял внизу и даже не в первом, ну, в первом ряду, но не там, не самым ближним человеком. Точно так же, как и Медведев и, значит, это самый, как его называется, премьер-министр Мишустин, то, что это где-то там внизу. Вот. И когда Путин проходил, он, кстати, вот дошел уже почти до сцены, и патриарх был по правую руку. И Путин в этот момент повернулся налево и поздоровался с кем-то по левую сторону. То есть он повернулся спиной патриарху. То есть на самом деле вот видно было, что в цивильной церемонии, вот в настоящей церемонии, так сказать, вступления в должность, Путин патриарху не выказал никакого, так сказать, особого внимания, что, в принципе, соответствует российской конституции. Я вам напомню, российское государство является по конституции светским государством, и церковная власть там не может быть на самом деле, не может занимать никакой главенствующей роли, и вообще роли она отделена от государства. Но муфтии, кстати, стояли по другую сторону, по левую, гораздо дальше там и так далее. То есть патриарх вообще-то должен был находиться в группе священнослужителей, то есть всех священнослужителей. Там, кстати, был и кардинал какой-то там католический, а патриарх все-таки стоял где-то там по правую руку поближе к сцене отдельно. Ну вот все, что можно сказать. А еще, значит, смешной был эпизод, который очень меня посмешил. Значит, когда Путин принес присягу и произнес свою речь, то был кремлевский салют. То есть из пушек там палили, значит, холостыми патронами. Вот эти пушки поставили совсем недалеко от деревьев, и от этих холостых выстрелов там поломались ветки у этих деревьев, и такие огромные ветки упали на землю. Вот это было очень смешно. Сергей, шокировало не всех, не инаугурация Путина, которая абсолютно стандартно привычная, как вы уже сказали, ничего нового, а шокировало всех расследований ФБК Алексея Навального команды. Относительно Геленджика и относительно Дворца Путина, и действительно то, что увидели сегодня граждансы общества по всему миру, оно впечатлило на самом деле. 100 миллиардов рублей, иконостас, зона для клубной зоны для стриптиза уже без шестов, раньше была теперь убрали, собственный театр, хоккейный клуб, тир, герпетолог, специалист по рептилиям, более сотни обслуживающих персонала, то есть люди даже специализировались там на змеях, спальня Алины Кабаевой, значит, и святая святых, царская почивальня, как сказали журналисты, спальня самого Путина, трон для царя, там был даже показан трон, который есть, давайте мы все это посмотрим, и иконостас, там Путин молится сам на себя, как сказали о расследовании. Я бы хотела, чтобы мы сейчас с вами посмотрели фрагменты и, конечно же, обсудили. Вот для меня давайте начнем на самом деле с иконостаса, если я не ошибаюсь, вот это. ...миллионов рублей за штуку. Мы констатируем полное и окончательное помешательство Путина на собственном величии. Он натурально сидит и видит себя продолжателем дела Ушакова и Нахимова, новым Александром Невским под люстрами за 200 миллионов рублей. Здесь Владимир Путин разговаривает с богом. Мраморный пол с узором, темные обои, стены по периметру комнаты отделаны декоративными металлическими панно с какими-то не очень православно выглядящими крестами. В центре помещения аналой. Это такая подставка для иконы или для книги. Справа за ней стоит огромный напольный золоченый подсвечник. Главное, это, конечно, иконостас. Он очень монументальный. Икона тут стоит в полный рост. По центру узнаваемое изображение Христа. По правую руку от него Богородица. А по левую тут даже угадывать не надо, и так все написано. Это святой князь Владимир. Место для иконы выбрано не случайно. По левую руку от Христа обычно размещают того, в честь кого назвали часовню. То есть это часовня святого князя Владимира. То, что Путин не просто ассоциирует себя с князем Владимиром, а уже считает себя его перевоплощением или реинкарнацией, сомнений не вызывает. Он организует памятные мероприятия в честь князя. Он называет его именем «Подводные лодки». Президентский фонд выделяет десятки миллионов рублей на этнооперу про князя Владимира с певцом-шаманом в главной роли. И Путин даже лично открывал огромный 17-метровый памятник князю прямо напротив Кремля. Сегодня мы чествуем и самого виновника торжества, равноапостольного князя Владимира. Вспоминая великого князя Владимира, мы одновременно вспоминаем и молимся о нашем президенте, о Владимире Владимировиче Путине, который носит имя этого князя. Сергей, ну тут без вашего комментария, конечно, не обойтись. Да, ну это, в принципе, конечно, расследование меня, например, совершенно не поразило, потому что первый раз, когда мы смотрели про этот дворец в Геленджикске, тогда это было интересно. Теперь его просто перестроили, кстати, из него, его пытались сначала сделать вид, что его перестроили, его же там говорили, что никакого отношения к Путину он не имеет, что на самом деле это апарт-отель, вот, и пытались его перестраивать как апарт-отель, но на самом деле ничего такого нету, на самом деле у отеля ведь там все должны быть разлубы какие-то в гостинице, да, там ресепшн какой-нибудь там и так далее. Здесь ничего этого нет, на самом деле, действительно перестроили, но перестроили с учетом той критики, которую сделала, кстати, расследование предыдущего команды Навального, вот, потому что они, значит, сказали про вот этот самый зал с шестами. Ну, вы знаете, здесь я с вами соглашусь, кстати, потому что на самом деле этот зал остался, и другое дело, что человек, который снимал этот дворец, судя по всему, там просто какой-то был агент, которого завербовали, значит, журналисты, и который сделал снимки изнутри этого дворца, чтобы, так сказать, показать его, вот, он не сделал противоплан, то есть он от шеста снял, грубо говоря, зал, вот, где стоят кресла, которые смотрят, но не сделал обратный план, и мы не знаем, есть шест или нет, то есть, грубо говоря, пока мы не увидели, что его там нету, вот где на обратном плане, мы не можем утверждать этого, что его убрали. Вот, ну, там действительно достроили, пристроили эту часовню. Вот кресты, кстати, которые они показывают, это Мальтийский крест, потому что императору Павлу в свое время Наполеон сделал его гроссмейстером Мальтийского ордена, и, соответственно, ему пришли все регалии Мальтийского ордена, и, соответственно, этот самый Мальтийский крест стали использовать в Российской Федерации. Вот это вот, ну, и там во всякой символике считается, что это такая специфическая очень организация, такая комплатистская организация, там, типа масонов. Вот, поэтому, значит, вот этот Мальтийский крест по правую руку, значит, на медальонах, на этих металлических изображен. Вот, крест Владимир, здесь посыл вот какой, потому что это тот самый князь Владимир, Киевский, которого крестили, из-за которого крестилась Киевская Русь. То есть Путин таким образом де-факто закрепляет свою идею о том, что никакой Украины нету, была Киевская Русь, и поэтому исходы, и, значит, она берет начало от князя Владимира, хотя до этого он говорил там про Рюрика, про Рюрика и про Рюриковичей, вот, ну, значит, вот он князя Владимира взял, вот, и вы знаете, с этим князем, кстати, связана довольно интересная история, которую вот рассказывали в свое время генерал СВР и Валерий Дмитриевич Соловей, когда говорили, что накануне развязывания полномасштабных военных действий против Украины, значит, Шойгу устроил Путину шаманское действие в Сибири, там, с жертвоприношением, и четыре шамана, значит, ему сказали такую фразу, что, типа, князь Владимир победит своих врагов, вот, а затем просто, когда все это дело не состоялось, начали искать и вспомнили о том, что Зеленского зовут тоже Владимир, и Зеленский, который сейчас сидит в Киеве, он на самом деле является князем киевским Владимиром, вот, и что шаманы, типа, когда говорили, что князь Владимир выстоит перед врагами и победит своих врагов, они, типа, предсказали победу Зеленскому, а не Путину, и за что были торжественно лишены голов все четыре шамана, которые все это дело сделали, вот. Но вот Путин, значит, когда он сделал эту часовню, он, тем не менее, поместил туда икону, потому что он считает себя преемником, значит, князя Великой Киевской Руси, и, естественно, он хочет захватить всю Украину, а не только восточные земли, вот, это империалистическая, значит, задача, которая поставлена у него в голове, и она у него остается, и это, в принципе, уже не раз было, и вот те кадры, которые вы показали об открытии памятника князю Владимиру в Кремле, это тоже вот эта экспансия такая, это геноцид украинского народа и захват всех бывших земель Киевской Руси для того, чтобы ввести свою, значит, родословную от князя Владимира. И вот, кстати, вы, давайте посмотрим фрагмент трона, который находится у него во дворце. Не бывает случайностей. Вот этот деревянный шкаф нужен для священной утвари, кубков, вина и книг. А напротив шкафа стоит, простите, трон. Это называется стасидия. На ней можно и сидеть, и стоять во время длительных служб. В старинных русских храмах такие ставили для царей. Они так и назывались – царское место. Владимир Путин, он построил себе безумный дворец за 100 миллиардов рублей. И сидит там, в темной комнате, на троне, и слушает молитвы, любуясь на икону, как он думает, самого себя. Это помещение теперь называется лаунж-зоной. Вот это там, где должен был находиться стриптиз-6. По поводу трона. Тут ваш комментарий как автора и как писателя, а не только как сотрудник ВНР, очень интересен. Трон Владимира Путина. Ну, естественно, в этой небольшой часовне, в принципе, для паствы нет, в русских церквях нет сидений. Ну, обычно стоят стульчики там для старушек, которые просто стоять не могут. Или, в крайнем случае, если вам там поплохело, можете встать на колени просто на пол. Вот это не так, как в католических храмах, где есть вполне достойные скамьи для всех. И все могут сидеть во время службы и встают только в определенные моменты службы. Вот в русской православной церкви, ну, кстати, и в католической тоже, всегда начальник, местный начальник. Это может быть там сюзерен местный, это может быть князь, это может быть царь. Вот он всегда имел особое место. То есть особое место имел епископ кафедральный и царь. И, значит, вот когда, кстати, были коронования в Большом Успенском соборе Московского Кремля, то вынимали троны, на которых сидел там Алексей Михайлович, Михаил Федорович, там даже, значит, Иван Васильевич Грозный и так далее. То есть они хранятся там в музее, эти самые троны. Вот царское место – это действительно особая вещь. И Путин, даже когда в своей часовне сделал себе царский трон, это, в общем, конечно, мания величия совершенно, потому что вообще часовня не предусмотрена для этого. Вообще часовня – это маленький домашний храм, в котором просто совершается, как правило, не очень длительная служба. И там нечего рассиживаться. Но Путин еще, ведь почему поставил этот трон? Потому что он старенький, ему уже стоять-то, в общем, уже там часами тяжело, и поэтому, значит, он присаживается, а сидеть на стульчике вроде неудобно, поэтому надо построить царский трон. В общем, это такое убожество моральное, психологическое, психиатрическое практически у Путина. Я еще хочу, чтобы мы с вами посмотрели и обсудили очень интересное заявление. Сейчас процитирую. Значит, я впервые это увидела в Александра Глебовича Невзорова. Позволю себе тоже процитировать. Путин кормил Берлускони лично, вырезанным сердцем убитой им косули. Жуткую историю охоты в России в 13-м году с Путиным рассказал друг Берлускони, экс-сенатор его партии «Вперед! Италия» Фабрицио Чичито. То есть первоисточником этой информации является господин Фабрицио Чичито. Всего слова, это ему рассказал сам экс-премьер Берлускони, который тогда впервые засомневался в человеческих качествах российского диктатора. Путин тогда убил двух косуль, потому что Берлускони отказался по ним стрелять, лично вырезал ножом у животного сердца и предложил его съесть своему другу из Италии. Тут, испугавшись, отказался от такой трапезы, после чего его стошнило. Так, многолетний друг Путина Берлускони, напомним, в 1922 году осудил вторжение в Украину, скончался бывший итальянский премьер спустя год, в июне 1923 года. Вот эта вот история, как Путин кормил Берлускони лично вырезанным сердцем убитой им косули. Насколько вот вы считаете, ну, понятно, что вопрос достоверности, вот характеризует диктатора российского? Все-таки его сегодня день инаугурации, стоит это обсудить. Она могла бы как-то его характеризовать, если бы мы верили во всю эту историю. Как вы правильно сказали, ее рассказывает некий сенатор со слов мертвого Берлускони. То есть, грубо говоря, значит, он ссылается на мертвого человека, сам говорит, я при этом не присутствовал. Но Берлускони мне когда-то рассказывал, правда, он подтвердить не может, потому что он мертвый, поэтому я вам перескажу все, как было. Вот, то есть, на самом деле, это все, конечно, это охотничьи рассказы. Как вы знаете, нет ничего уживее, чем статистика. И охотничьи рассказы, и рассказы рыбаков о том, где они когда чего-то там поймали. Вот, потому что, кстати, по этому поводу очень смешную штуку сказал Сергей Асланян, я его слушал. Он правильно сказал, что вот, значит, Путин в этом рассказе якобы убил двух косуль. Вот стояли две косули, и он, значит, когда говорит Берлускони, ну-ка, вот давай убивай. Тот не хочет, и тогда Путин, значит, из винтовки, то есть, издалека с оптическим прицелом убивает двух косуль. Вот, Сергей Асланян говорит правильно абсолютно, значит, что он мог убить одну косуль. Потому что вот когда прозвучал выстрел первой косули, то вторая сразу бы убежала быстренько. Вот, это я вам подтверждаю, потому что я, так сказать, долгое время жил в горах. И вот первое, что делает косуля, когда она слышит какой-то странный звук, она прыгает на три метра куда-нибудь там в сторону. Просто на три метра это огромный прыжок, и дальше она со страшной скоростью убегает. То есть, там это, это очень впечатляет людей, которые, так сказать, никогда это не видели. Вот, и поэтому, конечно, это все рассказки, охотничьи рассказки ни о чем. Ну, и вся эта история с публикацией итальянской, это история, которая заказана, по-моему, Кремлем. Потому что вот на первый взгляд она может показаться как такое, ну, как бы критика Путина. На самом деле его изображают жутким, совершенно злобным человеком, который вот может жестоко вырезать, значит, сердце у косули, у бедной несчастной. Значит, все дети вспомнили там про Бэмби какого-нибудь там голливудского. Вот, на самом деле это Путину всегда на руку. Путину очень нравится, когда его изображают жестоким, страшным человеком. Ему нравится, что им пугают людей. Вот, единственное, что в этой статье очень неприятное для Путина, и для Путина то, о чем вы не сказали, это то, что там написано, что между Берлусконией и Путиным была гомосексуальная связь, но такая виртуальная гомосексуальная связь. То есть, грубо говоря, у них были отношения к гомосексуалам, возможно, без физического контакта. Вот это прямо написано в этой статье. И вот это самая неприятная для Путина штука, потому что вот это единственное, что правда, потому что у них действительно были отношения альфа-самца Путина и бета-самца Берлускони. Ну, хотя здесь можно поспорить, потому что Берлускони тоже был тот еще альфа-самец. Вот, то есть, эта статья, на самом деле, это абсолютно высосанная из пальца придумка, но которая опубликована вот сейчас, накануне всех этих инаугураций. И, в общем, она все-таки работает в пользу Путина, потому что его показывают такого как абсолютно жестокого восточного тирана, который, значит, может убить совершенно спокойно, цинично этих самых косуль и предложить бедному несчастному демократу Берлускони. Вот, Берлускони очень циничный человек. И чтобы его вырвало там от того, от вида секса, который предлагал ему есть Путин, со слов этого самого депутата. То есть, на самом деле, эта статья еще обливает Берлускони, потому что она показывает его как человека слабого, человека зависимого, человека, который практически был подчинен ментально Путину и состоял с ним даже ментально в гомосексуальной связи. Вот вы сейчас вспомнили о связях Путина, вспомнили об этих связях и фонд расследования, фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, и они вспомнили про Алину Кабаеву. Тут, конечно, сложно представить о каких-то ментальных связях Путина и Берлускони, но вот о связях Алины Кабаева и Путина тоже говорит расследователь. Давайте посмотрим на эту, как сказали, святая святых российского диктатора, спальню Путина, спальню Алины Кабаевой. И тут, конечно же, Сергей интересен ваш острый взгляд на это все в визуализации, пожалуйста. Этот дворец не исключение. И у Алины Кабаевой, если ничего не поменялось, собственные апартаменты. Вот они. Это первая гостиная, куда можно зайти прямо из коридора. Здесь диванчик, креслица, телевизор. А через это помещение можно зайти в спальню. Тут тоже вся мебель на месте, и расставлена она в стройку. Вот это кресло вы можете приобрести всего за 850 тысяч рублей. А очень похожий комод мы нашли за 2 миллиона 600 тысяч. Слева стоит кровать. Обратите внимание на хай-тек-механизм, который позволяет спрятать телевизор под кроватью, а когда нужно, он выезжает на кронштейне. За вот той дверью там еще несколько помещений. Большая гостиная, белоснежная ванна с гардеробом. Общая площадь царских покоев 275 квадратных метров. Такого же размера и спальня Путина. Направляемся к ней. Добро пожаловать в святую святых, царскую опочевальню. Первая гостиная. Тут огромное зеркало и стол на шесть гостей. Мы нашли такой же, но немного в другом цвете, за 2 миллиона рублей. По телевизору показывают футбол, а рядом мы видим гигантские люсты, к которым, как выяснилось, питает страсть Владимир Путин. Из первой гостиной мы уже непосредственно попадаем в спальню. Какая-то мебель здесь еще затянута пленкой, чтобы не пылилась, но весь декор уже на месте. Даже вон цветы расставлены. Глаз сразу падает на симпатичный комод. Он стоит почти 4 миллиона рублей. Как двушка в Воронеже примерно. Роскошную кровать с балдахином мы тоже нашли без труда. За нее заплатили почти 6 миллионов рублей. Это как выплаты за двух погибших от обстрелов белгородцев. На прикроватной тумбочке обычно хранят самое дорогое. У Путина там стоит бронзовая фигурка Мишки. Он у нас хорошо снят отдельно. И, по-моему, он очень похож на фирменного медведя Единой России. Даже во сне Путин думает о политике. Или вторая гостиная, также известная. Сергей, тут, конечно, еще раз говорю, без ваших комментариев не обойтись. Спальня Алины Кабаевой и спальня российского диктатора. Ну, Алину Кабаеву с Путиным никто никогда нигде не видел. И вся эта история, мы многократно с вами уже ее обсуждали. Вся эта история, я в нее не верю ни одной секунды. Потому что после развода со своей женой Путин не женился на Кабаевой. Это произошло уже, происходит уже 10 лет тому назад, даже 11 лет тому назад. Кстати, сегодня, когда патриарх его напутствовал, он очень ехидно сказал, что, вы знаете, вообще все зависит от личного примера. Вот когда руководитель чего-то там хочет добиться от народа, он должен показывать личный пример. И такими очень прозрачно был намек, что Путин объявил год семьи, и ни у кого у него нет никакой семьи, и он никаким личным примером не показывает никакого благочестия, никакого семейного очага и так далее. Вы знаете, я считаю, что вот эти две гостиные и две спальни – это все и то, и другое путинские спальни. Просто как любой тиран, когда строится дворец, он… никто не должен знать, где он будет ночевать. И поэтому у него есть там несколько кроватей, и он может остановиться в любой из этой кровати. И наверняка каждую ночь он спит в разной кровати, если вообще когда-нибудь там будет спать. Кстати, он, по-моему, ни разу не был в этом дворце, и ни разу никогда там не спал, не останавливался. То есть это все строительство такое на вырост, и непонятно вообще, будет это, когда это использоваться или не будет. То есть Алина Кабаева в этом дворце не появится? То есть не только Алина Кабаева не появится, там и Путина нету пока, и неизвестно, появится ли сам Путин в этом дворце. То есть это на вырост построили, но, как вы сами понимаете, что такое Геленджик? Геленджик – это город, который находится недалеко от Новороссийска. А до Новороссийска долетают уже украинские дроны и украинские ракеты. И поэтому ни в какой Геленджикский дворец Путин никогда не поедет. Хотя там у него есть подземный бункер, там есть где спрятаться. Но вот этот дворец уже его могут поразить там и… Ну, Хаймарсы не могут поразить ракеты Хаймарс, но уже там какие-нибудь там Storm Shadow, вот они туда долететь, если бы они сделаны были в нормальной компоновке, уже вполне могут. Поэтому Путин туда тоже, по-моему, никогда не приедет. Ну, вы знаете, в завершение, Сергей, интересен ваш взгляд, почему именно братьям Ротенбергам было поручено строительство, менеджмент этого дворца, и то, что они собирались превратить его в бутик-отель. Понятно, что никакой это не бутик-отель, потому что вся мебель стоит, а ты, как сказали, абсолютно нерентабельно покупать такую мебель для бутик-отеля, которая никогда не окупится. Но почему, как вы считаете, именно братья Ротенберги? Потому что они входят в такой, в один из ближайших кругов Путина, потому что они с ним вместе когда занимались самбо в детстве. И они считаются довольно близкими людьми для Путина. У Путина много есть в кошельках. Путин сам ничего не строит. Я вам напомню, что если посмотреть таможенную декларацию, вернее, не таможенную декларацию, а декларацию доходов Путина, кстати, перед всеми выборами, вот перед выборами президента он публиковал опять свою декларацию о доходах, и он там пишет у него, там опять там прицеп какой-то, машина «Волга», машина «Нива», там и маленькая какая-то там квартирка где-то там на Васильевском острове. И все. То есть на самом деле все его люди вокруг него, они на самом деле являются его кошельками. И когда Путину надо что-то построить, то делегируется один из олигархов, который на свои деньги это строит, формально считается собственником этого дела, но все понимают, что это строится для Путина. И таким образом Путин в этом смысле себя обезопасил, потому что если, допустим, у него пытаться что-то конфисковывать, то у него нечего конфисковывать, кроме этой старой «Нивы» и прицепа, и там чего-то, гаражного кооператива какого-то. То есть это, вы знаете, это старая история по «Берегись автомобиля», когда Папанов говорит своему зятю Миронову, у тебя дача на фамилию жены, машина на мое имя или там наоборот, у тебя же ничего нет, ты же голодранец. Ты же голодранец. И вообще я тебя могу коленом под зад в любой момент дать, и ты вылетишь с моего участка. А Миров говорит, ну папа, ну зачем мы так грубо там и так далее. То есть Путин на самом деле, ведь все ценности записаны на его какие-то кошельки. И в любой момент ему могут дать коленом под зад, и он останется без ничего. Операция. Сейчас, внимание, голодранец. Вы видите на ваших экранах. Друзья, спасибо вам, что вы были с нами. Прошу вас поставить лайк этому видео. Поддержите, пожалуйста, YouTube-канал Сергея Жирнова. Пожалуйста, подпишитесь на него. Поддержите мой YouTube-канал. Подпишитесь на YouTube-канал «Дай счастливо». Если вы смотрите у нас телеканал «Прямой», нажмите на название, там будет возможность подписаться. И, конечно же, напишите географию просмотров. Откуда вы нас смотрите? Украина, страны СНГ, страны Балтии, Центральная Европа, Великобритания, Америка, Ближний Восток, Турция, Израиль. Нам очень интересно. Бывший сотрудник АГБ внешней разведки Сергей Жирнов. Каждую неделю мы встретимся 9 мая. Обязательно будем обсуждать, естественно, что парад победы на территории Мордора. Сергей, я благодарю вас и до скорых встреч уже на этой неделе. Спасибо.